И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Horizon Zero Dawn и руины, руины замечательные, которые я сейчас буду активно изучать. Здесь, конечно, есть враги, их довольно много. Просто, если я начну стрелять, вот в этого, переполошаться эти, а нам не надо, думаю, нет. Поэтому нужно либо это как-то тайно делать, либо вообще туда лишний раз не соваться, потому что, в принципе, тебе показалось, я тебе отвечаю. Иди сюда, оленя Аша. Мне на секунду показалось, что я его убила, а он пошел, знаете, дальше. Знаете, что? Так как мы сейчас ползаем на карачках, и врагов довольно много, я бы присела бы конкретненько так. Что-то у вас тут до хрена, слушайте. Это уже не охотничьего будет, это прям... Не знаю, страна зверей. Так. Иди сюда. Тоже, я его, по-моему, там могла поработить, да? Там треугольник был, но я что-то так, по-быренькому все нажала. Оленя так, конечно, не хотелось бы убивать, но они меня вынуждают. Что-то они какие-то... Женщина, пожалуйста, в кусты. Блин, они такие прикольные. Мне, конечно, вас очень жалко, но качаться мне тоже надо. Понимаешь? Понимаешь, нет? Ему стрела в голову влетела, он так поорал, ну и все, да? На этом закончилось все. Так, индюки, кабаны. Все, можно вставать с карачек. Замечательно. Чистенько все сделали. Так. О, начинается самое дикое. Попытка найти что-нибудь. Вообще, конечно, неплохо бы и не забывать про мясо, потому что из него делаются лечилки. Так. Мне, кстати, этих веток уже, я не знаю, уже дом, мне кажется, можно из них построить. Трехэтажный. Я уж не знаю, зачем я их собираю, уже по привычке, на самом деле. Хорошо, что для них места особо не нужно. Так, записюльку я нашла вот прям вот там вот, да, внизу. Значит, прям рядом наверняка ничего не лежит. А вот в этом здании вполне возможно. Жалко, что Элой никак не комментирует то, что она видит. На данный момент. Потому что она этих руин никогда не видела. Неужели? Полезная травка. А, вот это уже. Уже улица, кстати, смотри. Вот это одна сторона, это вторая. Форель. Ладно. Это уже прикольно. Вот только смотреть и понимать, да, где ты, ну, в смысле, что это улица, что это дома, как когда-то были. Ну, да, явно прошло не сто лет. Хотя, почему нет? В Даластуфас все выглядело примерно так же. Правда, здесь немножко хуже. Но там прошло двадцать. А здесь намного больше. Ну, хотя, может быть, и прошло сто лет. Кто его знает на самом деле. Непонятненько пока что. Повторюсь. Не знаю, какой сейчас год. Не помню. Говорили об этом, не говорили. И ваших комментариев, если что, я еще не видела. Это что такое? Крыса. Так, ладно. Офигенно. Мне вот в свое время очень зашла до Ластуфас. Ну, всем тем, чем она обычно заходит, да. То есть и сюжет хороший, и история. Прям за сердце те хватающие. И геймплей там довольно любопытный. Ну, в общем, там все хорошо. Но чем особенно зашло, это видом мира. Очень было здорово ходить, смотреть, как мир изменился. Привычное, привычное, ну, относительно привычное окружение. При этом тронутое временем. Всегда завораживало, на самом деле, подобное. Мне очень не хватало, что ли, чего-то такого в тех же самых хоррорах. Каких-нибудь. Про будущее или что-нибудь. Ну, что-нибудь. Короче, что-то я фигню какую-то несу. Так, кто это? Что это за этот самый? Я думаю, вот по нему можно понять, где мы находимся. Но, к сожалению... Увы, ах. У меня с памятниками вообще проблемы и с их нахождением. Но если кто-то знает, узнает это место, понимает. Или уже прогуглил. То подскажите, что это такое. Так. Ау. Ну, выпрыгивай. У нее как-то странно работает... О, автобусик. Школьный, кстати, автобус, по-моему, не? Смотри, очень похож. Да это точно какой-нибудь... Вот эта улица, а там наверняка какой-нибудь универ был или еще что-нибудь такое. А вот это что? А, это остатки. Господи. Потому что обычно желтеньким не рисовали. Так, ну ладно. Пардон. Я просто подобрала то, что лежало. Я так и знала, что сейчас кто-нибудь прибежит. Я же не умею аккуратно передвигаться. В незнакомых локациях. Спокойно. Моя жажда приключений и мое любопытство совершенно отключают мою внимательность. Я как Илой, знаете... О, новые места! Что-то... А то, что тебя тут могут убить, если ты не можешь смотреть по сторонам. На это ты не обращаешь внимания, да? Да ладно, уж сюда-то можно было что-нибудь пихнуть? Какую-нибудь фигнюшку прикольную. Вот эта ситуация, вот она меня расстраивает. В этой игре. Здесь камера не всегда очень... Не всегда очень удобная. Не всегда удобная. Скажем прямо. А, это рыба. Я думала, это бумажка какая-то лежит. Деточка моя. Вообще, в принципе, их не так сложно заметить. Вот бегать, ищи вот эти штучки, да? Но мне каждый раз кажется, что... Надо прям... По всем канонам. Спустя 10 лет после демобилизации британские солдаты едва сводят концы с концами. Уотфорд. 62-й год, 1-й мая. 10 лет назад младшему капралу Розелиндия Джеффрис вручили приказ об увольнении на торжественной церемонии, приуроченной к выводу из эксплуатации всей живой силы в составе королевских ВВС Великобритании. Ага! Всей живой силой. То есть они на роботов перешли. Была, кстати, такая мысль. В настоящее время Джеффрис и ее муж вместе с еще одной семьей отставных военных живут в маленькой двухкомнатной квартире в Уотфорде. Но условия не идеальны, и благодушно признается Джеффрис, который приходится подрабатывать барменом, поскольку одной военной пенсии на жизнь не хватает. Но это, пожалуй, такая добрая английская традиция упрекать выборных... 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 выборных, наверное, все-таки... чиновников за нарушенное обещание. Мы выкручиваемся как можем. Джеффрис не единственная, кому приходится выкручиваться. Согласно опросу, проведенному институтом исследований общественного благополучия, 75% ветеранов не могут покрыть расходы на проживание, обходясь одной только пенсией. Как объясняет исследователь Гаральд Адеями, это непростая проблема. Десять лет назад мало кто мог себе представить, что стоимость проживания так резко подскочит, а средства, выделенные государством на финансирование системы общественного здравоохранения, утекли в частные компании, из-за чего ветеранам стало значительно труднее получить доступ к медицинским услугам. И это всего лишь два из, вероятно, тысяч факторов, которые в совокупности и привели к тому, что ветеранам сейчас приходится так тяжело. Хотя вряд ли эти слова послужат утешением тому, кто не может прокормить своих детей. Ну да, походу, они перешли на роботов, но потом произошло восстание машин. Или что-нибудь из этого? Гусь. Какой-то очень странный гусь. Так, вот где я сейчас? Жилка нельзя еще больше приблизить. Смотри, вот еще здесь вот деревенька какая-то, убитая временем. Вару говорил про лагерь бандитов среди руинок. Должно быть он там. Тут нужно быть начеку. Я предлагаю, на самом деле, дождаться, когда дождь закончат, прежде чем туда идти, потому что, когда дождь идет, не видно нихрена. Мне это не сильно нравится, скажем прямо. Так, надо, кстати, метку убрать, это нам не мешает. Вот так вот сделаем. Опять что? А, вот к нему. Лучше вот так вот, чем туда самостоятельно нестись. Так, ну хорошо, давай. Последний пробег, чтоб уж точно. В принципе, ладно, раз записки можно и так видеть, совсем параноид не буду. Просто пробегусь, осмотрюсь. С другой стороны, это полезно все равно активировать, потому что, например, вот в такую погоду или за стенкой как-то увидишь, пробежишь мимо и все. А так хотя бы то, что рядом, точно заметишь. Во, видите? Дай мне. Часики. А вот прикиньте, вот так вот рассказать, например, Элой, да, и вообще всем людям, которые здесь живут, что было до этого. У них, наверное, мозги взорвутся. Потому что представить, что такое возможно. Вспомните хотя бы нашу матриархшу. Это голос богини. Ну, а с другой стороны, если у них все это давно, да? Ну, хотя до 100 лет маловато, чтобы они прямо так все забыли. И чтобы новое поколение не запомнило. Значит, наверное, не 100 лет прошло. Может, там, не знаю, 300, хотя, мне кажется, даже за 300 лет с учетом потери цивилизации полностью можно было бы как-то сохранить, мне кажется, информацию о том, как это было до этого. Может, вообще 2000 лет прошло. Вообще, кстати, не удивлюсь, на самом деле. Так, ну ладно, давай смотримся вот так. Что такое? Так, ладно. Все это очень весело, конечно. Давайте-ка в обход уже потихоньку идти к нашему чувачку. Надо все равно смотреть по сторонам, потому что хрен его знает, где какая-нибудь записка может лежать. В основном, они, видите, в зданиях, на улице вот так вот не лежит. На проезжей части, так скажем. Кровень заразобоя. Заразобой. Я пытаюсь, кстати, еще попутно понять, от чего зависит смена ракурса камеры. То есть вот сейчас она у меня справа. Так я, конечно, могу переместить налево, но оно иногда само перемещается. Понять бы, что на это влияет, что именно на это влияет. Вот это что такое? Мне в общем-то кажется, что с этой стороны что-то есть. Нет? Лисичка! Прости, конечно. Но. Это шкурка дорогая. Так. Хм, смотри-ка. Прям мост. Так, вот тут. Это, по-моему, то самое место, где я уже была, да? Смотри, они отрисполнились. Тут вроде ничего нету, да? В воде. Нет, вроде нет. Ладно, хорошо. Не буду вас мучить. Если что, я тут сама просто за кадром побегаю. когда-нибудь. Идем к Нилу. Может пригодиться. Может. Давай, 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 давай. Она как-то запоздала, реагирует на быстрое плавание. То есть, так, ну, может и так поплыву, может и так сойдет. Ну? Я опять дошла. Что с тобой делать будешь? Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать. Мы с другом несколько дней выслеживали эту погань. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Но я понимаю, трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем и рябьем их? Я тебя не знаю и не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть слуг, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Хотя дождь очень даже в тему, по-моему, да? Все так зловеще выглядит. Видишь устройство? Подадут сигнал, придет подмога. Удобно. А если тебе вдруг захочется совершить подвиг, там у них пленники. Ну прикольно, Чан. Так, и как убрать этот топливный пузырь? Ясно. Теперь главное не облажаться. Как я это обычно делаю. Ну это же топливный пузырь, да? Он же должен сломаться сразу же. Надо только вот это забраться повыше. Эм. Например, сюда. Ты сможешь забраться сюда? Нет, зачем, господи. Так, а вот отсюда я попаду? А чего бы нет. Так, я боюсь, что-то... Так, пленники, говоришь, да? Сколько у вас там таких красивых? Действительно, стрела влетела в топливный пузырь. Что бы это могло быть? Нормально ли это? Кажется, здесь что-то не так. Но очень вовремя. Вроде обошлось. Что это? Тоже топливный пузырь? Никого нет, кретинка. Я заберусь ли тут, а? Слушай, насчет навыков. Мне же их три штуки уже. Вот это мне сейчас и пригодилось. Я как раз об этом подумала. Ну, блин, я его, по-моему, не взяла. Так, ты там идешь? Ты идешь. Женщина, плыви быстрее, разве я могу. Ох, как тебя колбасит-то на берегу, а? Видишь, у тебя это проблема. Да ладно, ты по горам прыгала, как сайгак. Ты не можешь здесь забраться? Что ты мне рассказываешь? Так. Черт. Серьезно? Плохая идея будет в него стрелять, если честно. Плохая идея будет в него. Подожди-ка. Дурак напугал. Я хочу попробовать зайти с той стороны, и если там есть возможность обвалить на них что-то... Было бы очень неплохо. Волосы теперь сто лет не высохнут. Эх, девчонка. Знала бы ты, что есть страшная машина, которая сушит волосы. Напрочь причем сушит волосы. Вторая чашечка. Хотя я, кстати, феном не пользуюсь. Вообще не вижу никакого смысла в нем. Такое волосы портить. Так. Где там была мишень-то? Так, а мишень была где-то... Где-то вот с этой стороны. Так, а я вот думаю, верхнего снять вот этого, который там тусует, или не надо. Вообще, я, конечно, зря, наверное, осторожно. Чего-то прямо вот так вот сильно. Вон она, мишень, да? Нет, это не она. Мишень-то где, господи? Так, ну... Ты тут один такой красивый, да? Попробуем с тобой что-то сделать. Не пойму, в какую сторону он смотрит. По-моему, в эту. Так, ладно. Как бы об этом не пожалеете. О чем он в этом? Ну, хотя да, я понимаю, о чем ты. Может, сперва нижнего? Его могут запалить? Он, в принципе, такой стоит там, незаметный. Незаметный, когда он стоит там, я имею в виду. Мне кажется, как-то вот можно сделать все это проще и чище, но... Из-за того, что к ним хрен подойдешь? Ничего не было. Слушай, вот со сменой погоды в этой игре явные проблемы. Туда-сюда, обратно. Так, я могу, в принципе, забраться и грохнуть до того, когда он подойдет. Он может меня, интересно, снизу увидеть? Надеюсь, нет. Сейчас я подожду пока. Ну-ка, речка подойдет. Ничего не было вообще. Запалили, 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 запалили. Или нет? Господи, что это было вообще? Я кнопкой, кстати, ошиблась, но повезло, что она как-то сама все сделала. Я зря, наверное, нервничаю. Здесь все, наверное, проще намного. Мишень, вот она. Вот где она? Мишень эта ваша дурацкая. Да господи, женщина. Серьезно? Так, ладно, где она? Вон она. Да я не совсем. А, вот она, вот эта, да? Я думала, можно выстрелить и сбить. Она пошла вон туда. А, а если огненный фига ты? Что-то как-то... Ноль. Так, ладно, что-то я не въехала тогда, что с этой мишенью делать. Там, конечно, написано, что R1, там, бла-бла-бла, но я думала, что все-таки... А если издалека я хочу это сделать? Что, нажать и что-то? Здесь никого нет. Так, давай еще раз. Для дебилов. Повторите мне, пожалуйста. Неужели? Медленно, но мощно. Такой, который снег дровяет, позволит повалить цель на землю. Так это мишень. Зачем вы... Что-то я не очень понимаю. Там какая-то явная фигота. Вот смотри. Только еще не... Я-то подумала, что в нее можно выстрелить, а тогда... Что-то на кого-то упадет. Это еперный. Но что-то нет. Ладно. Нет, так нет. Кто это там, действительно? Иди сюда. Там внизу труп лежит. Ты не заметил, не? Кто это там? Давай, давай. Труп там лежит, прикинь. Ты задрал меня. Долгий ты какой-то мужик. Вот тебе что скажу. Вот тут, 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 тут. Ты идешь? Скажи мне, что ты не идешь сюда. Я, наверное, долго в вошку есть, да? Ну, первый раз, первый класс. Так, мне понять бы, как далеко он... Не так далеко. Иди сюда, дурачина. Не стыдно. Конечно, иди, иди. Ай, наркомания. Иди сюда. Камни просто ван лав. Мой второй дебил. Тут что-то есть. Действительно, чтобы... Мне нужна помощь. Дело плохо. Все прекрасно, мужик. Ты не представляешь даже, насколько. Так. Не понимаю. Что-то было. Что-то испугалась. Что-то было. Красненькая иконка какая-то. А, этот. Колокольчик. Так. Что там, мишень-то, говорите? Наверное, это люди, которых разбойники взяли в плен. А, это мишень. Японский бог. Я думала, какая-то другая. А это просто пац... Ох, твою мать. Вот это фейл. Я что-то уже забыла, что эти фигни называются мишенями. Я думала, какая-то, знаете... Повалить конструкцию. Я там уже нафантазировала, что какой-нибудь рычаг сбить на них. Там сверху все упадет. Они подумают, что это несчастный случай. И... О, боже мой. Ай. Ладно. Я надеюсь, этот чувак окажется таким же... Тупым. Да. Иди сюда. Не во мне. Зато сверху, смотри, среагировал. Как так вышло вообще? Да, с мишенью, конечно. Надо запомнить. Если где-то написано мишень, не реагировали на это. Это фигня. Ну? Иди вот сюда. Давай. Конечно. Без этого же никак, да? Заметит или нет? Нет. Нет. Им пофиг. Вот этого, конечно, вот там вот валить не стоит, я думаю, да? А хотя... Нет. Можно у нас труп? Возможно, у нас труп. Возможно. Иди сюда. Иди, 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 давай. Ой, дебил. Они мне, знаете, кого напоминают своим внешним видом? Разбойников из Фейбл из первой. Помните, у них такие костюмы были тоже, пол лица закрывали. Чё-то прям пипец напомнило. Так, вот там вот ещё один стоит. Одна, по-моему, это женщина. Не, я в неё не попаду отсюда. А вот отсюда уже вполне себе, если оно встанет, туловище это... Туловище ушло. Сюда. Отлично. Туловище что-то заподозрило. Иди сюда, господи. Иди. Иди сюда, господи. Иди, давай. Смотри, здесь много-много трупов. Труп, да, он самый. Так, ещё кто-нибудь запалил меня? Типа, если запалила одна, запалили все, не? Не, им насрать вообще. Ой, блин, обида. Чё у них все лечения-то, а? Это чтобы я жаловалась, конечно. Так, никому вдруг не приспичило сходить проверить, как дела на главных воротах. Камни просто... Просто прекрасны. Раз, два, три. Лу-лу-лу. Это сигнальное устройство разбудит весь лагерь. И наверняка соседний тоже. Угомонись, оно уже всё. Не бойся, скоро ты выйдешь на свободу. Я выпущу тебя. На тот случай, если что-то пойдёт не так, чтобы они смогли свалить. Или они нам помогать теперь будут? Они нам помогать теперь будут, прикинь? А, ну это, видимо, лагерь я раз... А, идиотка, это же костёр. Это же наш, обычный наш костёр. Мы его зажжём, когда всех убьём, нахрен. Главное теперь не сфейлить, на самом деле. Нельзя, чтобы припасы намокли. Да, мне кажется, они уже... Так, вот там вот стоит один такой несчастный. Его бы, конечно... Это, по-моему, она. Вот этот туловище отходит туда. В принципе, я могу замочить это туловище. И потом сагрить второе туловище. Так, то туловище ушло, то туловище... То туловище ушло. Мы идём сюда и ждём второй туловище. Гениально же, нет? Здесь слишком темно, я боюсь. Это кто? Да-то как? Как он это сделал? Просто объясни мне. Из-за вот этих дебилов, что ли? Вы козлы! Вы просто мне всё испортили. Какого хрена, мужики? Зачем? Сейчас мои товарищи все полягут. Ой, дебилы! Вот-вот, понимаете, да? Вот-вот, я их спасла, вот. Чёрт, повезло тебе. Ненадолго, правда. Да всё, уж поздняк метаться. Прости, перестань, перестань. Что ж ты суёшься-то на линию огня? Да, блин. Вроде стреляю в щель, нет? Мы не сможем вызвать подкрепление. Конечно, потому что вы дебилы. Да это твою мать. Ну, выгляни, ну. Спасибо. Ой, дебилы, зачем? Они же шли вроде за мной. Всё же нормально было. Всё же было нормально. Прямо идеально. В чистенькую базу. Ох, каково. Вот я так и знала. Вот я так и знала, что что-нибудь будет не так. Ну, хоть что-то вы сделали сами. Хорошее. Так красиво было бы, а? Взяли мне всё, испортили. На карачках такая стоит. Ну, а чё, давай. Чё такое? Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас, гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны. Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле, что до меня мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал её вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли карха. Голос, мне кажется, ему не подходит. Не знаю, я прям слышу, знаете, как у него в оригинале такой спокойный, может быть, чуть-чуть хрепловатый голос. Ну, лично у меня где-то в голове он звучит именно таким. А здесь, ну, какой-то он не тот. А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему мы общаемся вопреки закону? Но как нам ещё здесь выжить, когда мы оказались в необъятии одни? Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию. Но не обязали же погибать. Это умный подход. А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными. Задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил. Он просто рухнул. И умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Мы все здесь изгои. Но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов. Конечно. Оставайтесь. Ха. Я надеялся, что ты это скажешь. Ты... Ты так нас всех вдохновляешь. Спасибо. То есть, видите, вот таких каких-то важных решений нам сделать не дают. То есть, обычно в игре, где есть варианты ответов, у тебя есть выбор сделать по-хорошему, сделать по-плохому. Тут, по факту, на самом деле, честно скажем, варианты ответа вообще ничего не значат. Ну, вот вообще ничего. Они тут чисто для галочки. И иногда, мне кажется, даже вариант вопроса, то есть, спросить это, спросить то, мне кажется, это реально лишнее. Можно было бы сделать просто диалогик. Она поговорила бы, он бы спросил. Ты позволишь нам остаться? Она такая, конечно. И ты бы не чувствовал так, как будто бы тебя обделили вариантом отказа. Потому что возникает такое ощущение, то что... Чтоб ты там не отвечал, Элой, у нее всегда все равно свой ответ. Я не скажу, что это плохо, но просто такое ощущение, то что реально варианты ответа впихнули, потому что это модно. Хотя они тут смотрятся в большинстве случаев довольно странно. Это неплохо смотрелось в случае, где мы могли кинуть камень, не кидать камень. Либо кинуть его в другое место. Вот там это было уместно. А вот в таких вот обычных диалогах, мне кажется, это лишнее. Не знаю. Так, может быть, тут что-то есть интересное? Пойдемте, облутаем. Спасибо за то, что зачистила лагерь. Теперь у нас странников есть дом. Вильбурка! Вильбурочка! Ай. Я слышала, она храбро сражалась. Ты мог бы это говорить не в моем присутствии, понимаешь? Я как бы еще тут. Я все слышу. Так, Элой плющит опять. Она вот любит, видит что-то. Надо перепрыгнуть через это. Вот просто без этого. Ну никак. Блин, они так жутко ходят на самом деле. Музыка классная сейчас заиграла, кстати. Ну, тут что такое? Нил. Ага. Славьте, Элой, за наш новый дом. Благодаря тебе теперь... Это опять ты? Он круг навернул, и я опять с ним. Ой, боже. Так, подожди. Вот там вот у меня будет трупики. Или они их уже убрали. Не, не убрали. Пускай лежат, да? Опять колокольчики были. Я опять не посмотрела их. Ну что ты делал-то будешь? Так, ну и все, в принципе, да? Мишень. Так. Лишняя тяжесть. Я тебя ненавижу, женщина. Так. Пойдемте к Нилу. Естественно, тут спутников можно взять? Вряд ли. О, сохраняши, кстати. Донесительно. Так, где там Нил-то был? Если бы она не пришла на помощь, они бы все погибли. Снова ведьбурка. Знаете, вот вспоминай Берсерию, глядя сейчас на Нила. Я понимаю, как сильно мне не хватает ловстори вот в таких вот приключенческих играх. В новых, я имею в виду. Какую-нибудь РПГшку бы сделали вот примерно такого вот вида. С какой-нибудь ловстори. Было бы вот так классно, мне кажется. Любви в играх не хватает. Любви, дружбы. Ну ладно, дружба еще. Ладно, а вот любви маловато ее. Правда ведь это приятно. Задержать свой последний вздох и выпустить. Твоего напарника нет. Его убили. Удивляться нечем. Он в последнее время распоясался. Стал дерзко себя вести. А ведь я ему говорил. Всегда нужно упиваться убийством, а не схваткой. Забудь о нем. Мы вдвоем и так справимся. Я и голос наших зубов. Ты дал имя Луку? А ты нет. Ну так уж и просто. Броня сделана по мерке, а лук ты держишь. Я тебе про чувство справедливости. Я был солдатом, только воевал дольше, чем длилась сама война. Зазор в броне, куда пробивает стрела. Вот где мое место. И я всегда нахожу его. Как домой вернуться. А на машины не думал поохотиться? Не, машинам нельзя заглянуть в глаза. Разбойники тебе что-то сделали? Всем сделали. Если живешь как мерза, то и сдохнуть придется так же. Так ты их убиваешь для благого дела. Нет, нет. Для забавы. Я больше не могу ждать войн. Жизнь короткая, пресна, без трепета смерти. Убьешь члена племени, тебе будут мстить. Убьешь кабана, саноют, что переводишь мясо. Но разбойники, они опасны. Они не сдаются без боя. И никто не ноет, что их убили. Ну, вообще-то... Что ж, из дурных целей выходит доброе дело. Я нашел призвание. Что же в этом плохого? Два в одном. Он мне реально какого-то такого самурая. Но он мне рокоран напоминает. Пипец, я не могу. О, мужчина, что ты так и говоришь? Ты что, мне нравится? Я не удивлюсь, если однажды он, опираясь на свои принципы, может кинуть. Потому что я считаю так-то, и я буду делать так-то. И какая-то женщина мне там не указывает. Почему путешествовать налегке? Да и вообще, в принципе, никто не указывает. Но пока мы с ним заодно. Черт, жалко его нельзя взять с собой. В принципе, понятно, что... Почему нельзя. Но все равно обидненько. Слушай, где-нибудь... Нет, только тут костер, да? Ну ладно. Пойдемте дойдем тогда до него. Сохранимся. И я думаю, будем заканчивать на сегодня. Неплохая серия получилась. Мы, в принципе, и записку одну почитали, и с Нилом квест выполнили. Блин, классный мужик. Естественно, сколько тут таких будет, с которыми мы сможем какие-то задания выполнять. Мне кажется, еще, кстати, будет... Как там звали? Женщина-вождя. Вот, мне кажется, еще с ней, возможно, мы какие-то квесты будем выполнять. Есть у меня такое подозрение. Ну, а пока что будем довольствоваться Нилом. Надеюсь, в общем, ребятки, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте про группу ВКонтакте и вообще про ссылки в описании. И до встречи в следующей серии. С вами была Сауна. Пока-пока.